Девушки отдыхают У нас есть просторный дом, в котором есть всё для жизни собак. Каждую неделю мы с Димой приглашаем сюда семью, а также четырёх собак из приюта. По нашему замыслу, в конце программы они обретут преданного друга. Остальным же псам придётся вернуться обратно в приют. С самого раннего утра мы с Димой отправились на Киевский вокзал встречать наших новых участников. Здравствуйте, в эфире программа «Семейный пёс». Меня зовут Дмитрий Шапошников, и мы сейчас на вокзале. Сегодня мы для ещё одной бездомной собаки найдём семью. На этот раз счастливец отправится в Харьков, потому что наши новые участники – харьковчане. А вот и их поезд. Дим, может, мне тебя в Харьков отправить? Барт, пошли работать. Тем более, вон, я уже вижу наших новых участников. Ай, побежали! Смотри, Дима, вот и наш вагон. Наши участники – армянская семья. Это четырёхлетняя дочка Даша. Она точно знает, какой должна быть её собака. Она должна любить меня, играться со мной и спать со мной. Это сын-пятиклассник Дима. Я хочу собаку, чтобы она была большая, весёлая, активная, чтобы она с нами игралась, обедала по обороду. Это бабушка Асми. Я хочу маленькую собачку, чтобы она была дружелюбной. Мне не нужно, чтобы она там выполняла какие-то команды очень серьёзные. Чтобы была ласковой и послушной, и больше мне ничего не надо. А это мама Рима. Она работает продавцом. Я хочу дать шанс бездомной собаке жить с семьёй. Из приюта, потому что это у меня связано с личными моментами. Я сама удочерённая. И мне кажется, что это как-то вот могло бы быть параллелью. У нас постигло такое несчастье. Мы приехали сюда, в Украину. И мне хотелось, хочется сделать доброе дело. Эти собачки также потеряли своих хозяев. В 88-м году семья покинула родную Армению, спасаясь от страшного землетрясения. В том стихийном бедствии погибло около 25 тысяч человек. А более 500 тысяч людей остались без крыши над головой. Харьков стал второй родиной для наших участников. А для полного счастья им не хватает только собаки. Ну что ж, дорогие друзья, в этом шикарном доме вы будете жить. И здесь же вы познакомитесь со своей будущей собакой. Пойдёмте, я вам покажу, где холодильник. Барт, прекращай со своей едой. Значит, к нам приехали люди с дороги, издалека. Поэтому сейчас мы покажем вам, где отдохнуть, где положить вещи, а потом уже позавтракать. Поэтому приглашаем вас в дом. Барт, идём покажем дом. Ну что же ты вечно командишь, а? Иди показывай дом. Быстро. А то холодильник не увидишь в ближайшие 10 дней. Давай, давай. Вперёд. Вперёд. Нравится? Ну что ж, с дома вы уже познакомились. А теперь самое время встречать наших собак. Готовы? Мы тогда с собаки вперёд! Ну что, дорогие друзья, побежали! Все наши участники попадают на проект из собачьих приютов. И у каждого своя история. Знакомьтесь. Роза. Один год. Это не чистокровный лабрадор. Розу подарили 4-летней Кате на день рождения. Собаку очень любили в семье. Но в скором времени выяснилось, что у Кати серьёзная аллергия на собак. Врачи запретили ребёнку контактировать с питомцем. И семье ничего не оставалось, как отказаться от Розы. Розу оставили её хозяевам. Но, несмотря ни на что, это очень жизнерадостная и преданная собака. Это Тёма. Митис Фокстерьера и Спаниеля. Ему всего 4 месяца. Вот его история. Роман занимается спортом. И каждое утро бегает в лесу. Во время очередной пробежки он услышал, что кто-то скулит. Собака была с поводком. Скорее всего, она потерялась. Уйти без Тёма Роман так и не смог. Собака побежала за ним следом и совсем не хотела оставаться одна в лесу. Тёма очень скромный пёс. Ему нужна семья, которая ведёт спокойный, размеренный образ жизни. А это муха. Митис Чихуахуа. Ей около года. Муху оставили привязанной возле супермаркета. Тимур работает здесь охранником. Сперва он не обратил на муха особого внимания. Обычное дело. Собака ждёт своего хозяина, пока тот делает покупки. Но картина повторилась и на следующий день. На третий день стало понятно, что собаку никто не забирал. Её оставили тут специально. Хозяева не вернулись за мухой, но она всё равно не разочаровалась в людях. Муха очень любит внимание к себе и ласку. А вот и Нюта. Дворняга. Ей три года. У Нюты простая и очень печальная история. Её хозяин алкоголик. Она терпела все его приступы агрессии до тех пор, пока не вмешались соседи. Что он этой собакой делает. Он её и бьёт, и мучает её, и не кормит. Мы всем посёлком тут спасаем эту собаку. Даже сейчас, когда Нюту забрали от её хозяина, ей сложно отойти от пережитого. На, жри. Хавай давай, ну чё, ну. На, на, жри. Жалко собаку, но если она ему не нужна, так нужно же забрать и хорошие руки отдать собаку. Может это всё ты, скотина. Это затравленная собака. И ей нужно чуть больше времени, чем остальным, чтобы снова начать доверять людям. Тима, 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 Тима! Муха, иди сюда, иди сюда. Ну куда же ты? Муха, маленькая и активная собачка. Она сразу приглянулась маме и бабушке. Маме, Муха, иди сюда, иди сюда. Сидеть, я сейчас. Друзья, сидеть, сидеть. Меня полюбила собачка Муха. Просто она меня обнимала. Роза сразу дала понять, что она очень игривая собака. Настолько игривая, что не может контролировать свои эмоции от радостной встречи. Она случайно не рассчитала силы и укусила Диму, прокусила бабушке палец. Ты мне палец откусила. Я не знаю. А потом ещё и Даша досталась. Испугалась просто. Посмотри, Даша, видишь, я не плачу. Видишь, я не плачу, собачка меня укусила. Нельзя на собачек обижаться. Они это не от зла делают. Вот они все разные. И все хорошие. Правда, мне Роза прокусила палец, но это не страшно. Это, видимо, она тоже волновалась, как и я. Тёма и рад бы поиграться с семейством, но, видимо, присутствие других собак его настораживает. Это спокойно очень, Пёс. Какой-то на него мне ещё обращать внимание. Да? Да? Но чего? Видите, лёг на спину. На собачьем языке это означает подчинение. Таким образом, Тёма даёт понять, что соперничать за внимание людей ни с Розой, ни с Мухой он не будет. Меньше всего понравился Тимка. Породатый такой. Ну, не знаю. Ну, как-то, знаете, вот, ну, по сердцу не очень. Стоп, Тима! А куда эта нюта? Что-то её очень встревожило, и она спряталась в кусты. Уходи. Уходи. Барта, я вот вижу, Диме всё-таки удалось найти с ней общий язык. И он таки смог уговорить её выйти. Смотри, они и правда подружились. Видишь, Дима, так Муха показывает, кто здесь главный, какая собака доминирует в стае. А Роза, похоже, лидерством уступать ей не собирается. Да, похоже, не только семейству предстоит сложный выбор, но и у собак намечаются непростые взаимоотношения. Да, Тёма! Да, Тёма! Братя! Добегал я, но уже у меня попал. Я же его отведу. Ты что делаешь, Даша? Собаки любят ласку. А ты так с ними грубо, а? Ты это, давай-ка поаккуратней как-то. Барт, я не понимаю, что происходит с Нютой? Она, похоже, совсем разволновалась и боится даже сдвинуться с места. Дим, но она же всё время сидела на привязи. Она не привыкла к свободе. И, конечно же, ей страшно заходить в дом. Ей нужно время и поддержка семьи, чтобы привыкнуть к новым условиям. В доме Нюта забралась на диван. Видимо, считает это место самым безопасным. Семейство в курсе, что нельзя позволять собаке лежать на диване. Но запрещать ей этого не стали в надежде, что, может, хоть это поможет ей быстрее прийти в себя от издевательств прежнего хозяина. Скромный Тёма по-прежнему сторонится остальных собак. Маленькая муха всегда при деле. А роза ни на шаг не отходит от бабушки. Семья решила приготовить на ужин своё любимое национальное блюдо – сладкий армянский плов. Но важно помнить, что если собака находится с вами на кухне, то не стоит её во время готовки гладить и тем более кормить с рук. Во-первых, это не гигиенично, а во-вторых, не педагогично по отношению к собаке. Так, я вижу, у вас тут готовится всё к нашему вечернему пиру, да? Буду браться вместе с вами заготовку, сниму курточку. Будет жарко. Так, ну что вам тут помогать? Дим, не позорься. Ты ж кроме своей яичницы ничего не умеешь готовить. Очень вкусно. Вкусно? Так это повидловый из них делай. Всё с тобой понятно. Помощничек. Так, пока блинчики жарятся, я хочу вам показать небольшой секрет. Смотрите, все собаки здесь собрались, и это не просто так. А почему? Потому что здесь собрано самое вкусное, что может быть в жизни любой собаки. Это огромный ассортимент правильного здорового питания, сбалансированного. Ну, я хочу выделить вот один продукт, который вам пригодится в эти дни. Это печенье Маркес. Печенье, которое нужно давать собаке, если она правильно выполняет какие-либо действия в адресуре. Вам это пригодится? Ну, а я вам скажу в общем, что если собаку правильно кормите, она будет счастлива от влажного носика до игривого хвостика. Оп! Ох, класс! Вечер первого дня – это первые эмоции от собак. Ну и первые угощения. Ух ты! Пирог! Плов! Блинчики! Какая прелесть! Знаете, пока вот сейчас вот появилась минутка, и собаки отошли, хочется обсудить двух словах характера собак. Вот, потому что, ну, уже, считайте, целый день провели с ними. Вот, ну, кому какие полюбились. Дим, тебе какая? Мне понравился, ну, мне понравилась Роза и та собака, которая не хотела выходить. Которая лежит на диване, да? Эх, бедная Нюта даже не захотела выходить вечером на улицу. Да она же вовремя лежит на диване. Ну, она милая. Милая, да. Ты знаешь, я тебе скажу, что сейчас она даже не раскрывает, потому что у собаки настолько глубокие психотравмы от прошлого алкоголика-хозяина, что, в принципе, если ее действительно расположить и она откроется, это будет совсем другая собака. Римма, а какие собаки вам понравились? Мне понравилась Роза и мне очень понравилась Мога. Ага, Роза и Мога. Две собаки-то. Ну, а чем Роза пленила? Роза, она такая очень активная, веселая. Она сегодня весь день была рядом со мной, не отходила от меня совсем. Ну, вот она как-то, не знаю, нравится мне. Я смотрю, когда она на вас смотрит, у нее так хвостик туда-сюда, туда-сюда. Думаю, что у вас торжение. Да? Да. Какая вам собака нравится? Мне все нравится. Я бы, если бы она смогла, я бы всех забрала. И Розу, и Муху. Что-то у меня нехорошее предчувствие. Вы говорили, что у меня такие... Даш, Даш, ты это поаккуратнее. Ты что сделала, что она сейчас так огрызалась? Роза? Да, Роза огрызалась. Ну, Даш, ты или на лапу стала, или хвост дернула. Мама. Что-то там было. Большинство собак терпимо относятся к выходкам маленьких детей. Родители должны объяснять ребенку, что так с животными обращаться нельзя. Иначе собака сама даст понять ребенку, что такое отношение к себе она терпеть не будет. Спасибо за чудесный, сытный, вкусный ужин. Хочется, знаете, сказать, у вас ведь сегодня был трудный день, поэтому желаю вам спокойной ночи, хорошо отдохнуть. Вижу, что вы полностью освоились. Не забудьте погулять с собаками перед сном. Ну, а мы с Бартом придем уже завтра утром к вам. Эх, Нюта так и не вышла на улицу. Так и пролежала весь вечер на диване. Первая ночь прошла спокойно. Только вот... Лаяла очень сильно Тима. Он лает, а муха ему поддакивала. Утром я проснулась и сразу почувствовала резкий запах какашек в нос. А кто будет убирать Дашу? Дима, кто будет убирать Дашу? Я не буду убирать эту собачку. Это же Мина какали. Убирать будет бабушка. Иди на запах, и ты найдешь. Угу. Ну что, Бар, как думаешь, проснулась уже наша семейство? Главное, чтобы они собак успели выгулить. Иначе впечатление от знакомства будет подпорчено. Слушай, ну мы же всегда советуем перед сном выгулять собак. Все забывают. Поэтому пойдем разберемся как там на этот раз. Ну, пойдем. Здравствуйте. Доброе утро. Как у нас говорят на Кавказе, баризес? Баризес. Я чувствую по запаху, что у вас сегодня были сюрпризы начали. Да, да. У нас было интересно. Так, и что это было? Мы заминировали весь дом почти. Ага. Да, да, да. Так, ну, а я вижу, да, 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 вижу остаточные явления. Это уже вам осталось. Так, хорошо. А чего вы вдвоем-то убираете, дети? Почему? Дима, что ты не помогаешь? Даша сказала, что это не она напачкала, и она убирать не будет. Ага. А по старшинству бабушка убрала милы, а подтирает Рима. А, Рима, да? Да. Ну и дела. Собаку хочет вся семья, а убирать будут только мама с бабушкой? Друзья, ну, в общем, делаем вывод из сегодняшнего утра таким, что собака не игрушка, ее надо выгуливать, ей надо внимания, бояться того, что она сделала, не надо, надо убирать вместе со всей семьей. Ну, а, в общем-то, мы идем сегодня на большие испытания, которые приготовлены для собак. И ты тоже пойдешь со своего дивана. Итак, испытание номер один. Встреча с пьяным человеком. Многие собаки на дух не переносят запах алкоголя, а нескоординированные движения пьяного воспринимают как потенциальную опасность. На пьяного собака, моя собака, должна реагировать бурно. Такое впечатление, что Тёма даже никого не заметил. Мухе стало страшно. Единственный вариант спасти для такой маленькой собачки, как можно быстрее убежать. Нюта испугалась не меньше мухи. Она спряталась за людей. А такое нервное облизывание говорит о том, что воспоминания о прежнем хозяине заставляют её волноваться до сих пор. Роза проявила себя, как охранная собака. Посмотрите, она не подпускает пьяного ближе. Она лает, защищая своих хозяев. С этим испытанием справилась только Роза. Испытание номер два. Встреча с крупным животным. На этот раз с бычком. Наша семья живёт в частном секторе. И такие животные там не редкость. Посмотрим, насколько готовы наши собаки к таким встречам. Похоже, Тёма бычку очень понравился. Мухи эта встреча была вообще неинтересна. Роза облаила бычка. Видимо, подумала, что крупное животное может представлять опасность для семьи. Но Анюта испугалась и спряталась за людей. И, наконец, испытание номер три. Испытание едой. Сейчас мы узнаем гастрономические предпочтения наших питомцев. Итак, сегодня в нашем меню. Творог, курица без костей, крекеры, копчёная рыба, кости и каша с мясом. Роза не сомневалась ни секунды. И выбрала кости. Тёма по-прежнему остерегается других собак. Он видел, что они ели из этих мисок. Поэтому подкрадывается к еде с опаской. Попробовал всего по чуть-чуть и остановился на курице. Нюта тоже выбрала курицу. Но посмотрите, как настороженно она ест. Собака постоянно оглядывается. Видимо, прежний хозяин бил собаку во время того, как она ела. А иногда попросту отбирал еду. Если бы у меня был такой хозяин, я бы тоже ел с опаской. Муха показала семейству, что непривередливо в еде. И может есть абсолютно всё. И семье, судя по всему, это очень нравится. В этом испытании муха лучше, потому что она все ела. Сегодняшние испытания повлияют на моё решение, так как в них всё-таки собаки проявили свой характер, свою индивидуальность. И они проявились, открылись больше. За два дня на проекте семейство смогло получше узнать своих питомцев. Роза часто бывает излишне игрива, но она ни на шаг не отходит от бабушки и от мамы, демонстрируя им свою преданность. Тёма по-прежнему сторонится остальных собак, а по ночам сильно скулит. Маленькая муха обожает привлекать к себе внимание. Анюта уже второй день сидит на своём диване. Подошёл к концу второй день пребывания у вас в этом доме. Настало время голосования. По правилам первого голосования, у каждого члена семьи есть два голоса «за». Собака, за которую проголосуют меньше всего, отправится обратно в приют. Отдайте эти два голоса «за» своих фаворитов. Это первый голос. Первый голос «Мухи». Она такая активная, весёлая, маленькая. Детям нравится, мне нравится. Второй голос я отдаю Розе. Второй голос за Розу. А чем нравится? Она мне очень нравится. Вы знаете, как вот внутренняя такая тяга к этой собаке. Я даже не буду объяснять по каким-либо конкретным причинам. Просто, ну, нравится. Ваш первый голос за Муху. Приняло то, что она маленькая, беззащитная. И ей нужно обязательно, чтобы она была в семье. Второй голос. Ой, за Розу так мне сложно. Она так мне сильно нравится. Я за голосу, и второй голос тоже за Розу. За Розу? Да. Вот отдай это за ту собаку, которую ты любишь. Второй голос. Кто тебе нравится ещё? Эй, семья! А как же Тёма? Ну, она нежная собака, хорошая. Ну, не кидается ни на кого. Спасибо тебе за твой выбор. И ещё один голос. Роза. Ты голосуешь за Розу. Дима, ты что-нибудь понимаешь? Я ничего не понимаю. Почему именно Тёма? Наше голосование подошло к концу. И по его результатам наш проект сегодня покидает Тёма. Тёма. Спасибо. Дима, ты что-нибудь... Давай. Спасибо. Тём, ну ты очень хороший пёс. Тебя просто не поняли, не успели понять. Ты скромный, добрый, а самое главное, идеальный домашний пёс. Ну это знаете, на что похоже, когда в детдом приходят приучить, усыновить ребёнка, все хотят. И все глазами грустными смотрят. А усыновляют только одного. Вот так и получилось, что он улетел. Тебя обязательно кто-нибудь заберёт. Обязательно. Я в это верю. Тебя, я в это верю. Я в это верю, я в это верю. Вот вы, люди, странные. Дождь, это же замечательно. Можно же по лужам бегать и в грязи валяться. Вот посмотрим, как они хорошо выгулили по количеству какашек. Проверим. Уверен, что наших собак выгулили. Доброе утро. Здравствуйте. Кто к нам пришёл? Роза, кто к нам пришёл? Здравствуйте. Привет. Доброе утро. Привет. Так, ну я смотрю, что мы с Бардом посмотрели. Вроде сегодня всё чисто. Да, сегодня молодцы. Такая погода. И вы гуляли? Нет. Нет? Если вы уже решили завести собаку, вы должны быть готовы к утренним и вечерним прогулкам в любую погоду. Во-первых, вашему питомцу нужно достаточно времени проводить на свежем воздухе. А во-вторых, если вы будете выводить его нерегулярно, то никогда не сможете приучить к порядку. Уже три дня собаки с вами живут, в принципе, есть прогресс, вроде как неплохо себя ведут, и я думаю, что настало время покупать им подарки. Предлагаю одеваться, только потеплее, потому что идёт дождь, и отправляться за подарками. Бар, значит, смотри, у тебя часа три есть, но я тебя очень прошу. Ей три больших, как в прошлый раз. Не переживай, перед моими провокациями не устоит ни одна собака. Итак, провокация номер один. Ммм, мусор, ну и запах. С помощью этого пакета мы узнаем, кто из наших питомцев не прочь порыться на помойке. Провокация номер два. Еда без присмотра. Собакам категорически запрещается брать еду со стола. Провокация номер три. Дурацкая фарфоровая кошка. Она нам нужна, чтобы понять, можно ли без присмотра оставлять хрупкие вещи. Чуть не забыл. Это на случай, если творог не понравится. Провокация номер четыре. Кроссовок Димы. Нет, не моего Димы, другого. Хм, провокация специально для Нюты. Неужели и это не заставит тебя слезть с дивана? Ну и последняя провокация. Проверим охранные качества наших собак. Знакомьтесь, белковор. А наблюдать за всем происходящим в доме я буду, как всегда, отсюда. Ну, наконец-то. Я уже вас заждался. Так, ну посмотрим, как себя проявили наши собаки, когда остались одни мы с подарками. Ну что, Дим, иди полюбуйся. Так, а ну-ка, давайте пойдем посмотрим там. А ну-ка, Ташенька, подожди, подожди. А вот, смотрите, с подарками стоит повременить. Да. Творог. Творог, но вроде... Не тронутый. Не тронутый, да. Так, ну тут, в принципе, все нормально. Ни газеты, ни потроги. А с пледами что? С пледами давайте смотреть. Сейчас будем. Ого, ого. Что там? Это, 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 это какие-то косточки. Это код, который сейчас я смотрю, что это первая передача, где он не разбит. Ой, кого вы слушаете? И совсем не первая. Вы знаете, как тут было все на самом деле, мы узнаем, но чуть позже. Сейчас я предлагаю убрать. Поэтому, Дим, давай так, ты сегодня у нас старший по уборке. Хорошо? Да. Вот, правильно, приказы не обсуждаются. А вы отдыхайте. Да, а раздевайтесь, Дима, тебе убирать сегодня немного, так что давай. Интересно, а что семья думает по поводу беспорядка? Кто и как себя тут проявил? Скорее всего, за это время, видимо, Нюта сидела на диванчике и с него не слазила. Просто наблюдала. Ой, чего так? Если в доме был посторонний человек, то по испытанию на алкоголика, я думаю, что Роза должна была кидаться, гавкать, рычать, то есть она должна была защищать дом. Совсем скоро мы узнаем, что тут происходило в отсутствии семьи. Ну а пока встречаем нашего гостя. Знакомьтесь, это собачий доктор Айболит, который ответит на все вопросы касательно здоровья животных. Очень приятно. Здравствуйте, а? Присаживайтесь, Катерина. Наши гости приехали издалека. Они хайковчане. И наверняка станет вопрос транспортировки одной из собак, которая станет победительницей нашего проекта в Харьков. В первую очередь, для того, чтобы перевозить собаку транспортом, самолетом или ЖД путями, собака должна иметь паспорт ветеринарный, в котором должны быть внесены прививки. О том, что собака привита от инфекционных заболеваний и, самое главное, должна быть привита от бешенства. Дальше собака обязательно должна быть чипирована. Это международный стандарт идентификации животных. Вводится собаке методом абсолютно безболезненной инъекции. Маленькая, такой, как меньше рисового зернышка, чип, по которому можно определить, что собака принадлежит именно вам. Собака такого-то вида, такого-то окраса, такого-то возраста. Есть специальные сканеры, которые проводят. Эти данные можно не получить. Это в случае, если она потеряется. И это обязательно должно быть. За все необходимые прививки вам нужно будет заплатить от 150 до 300 гривен. А чипирование собаки обойдется примерно в 100 гривен. На основании ветеринарного паспорта данного чипа за 3 дня до момента отъезда вашего в город Хайков вы должны прийти в ветеринарную клинику и получить ветеринарное разрешение. Кстати, если вы собираетесь перевозить собаку поездом, вам придется выкупить все купе. И собака, если она небольшого размера, до 45 сантиметров, она перевозится в контейнеры. Есть специальные такие боксы, контейнеры, которые закрываются. Если собака более 45 сантиметров, крупная, большая, то тогда обязательно должен быть крепкий поводок и намордник. Скажите, пожалуйста, а вот в дороге мы собачку взяли в маленьком контейнере и уже везем. Вот как она будет себя везти в дороге? Если собака будет неспокойна, будет там скулить или что, может, будем мешать? Если собака скулит, с ней лучше ласково обращаться, взять с собой лакомство. Вот у нас есть лакомство подигри, это маркиз или дентастикс, которые собаке очень нравятся. И вы собаке даете эту косточку, и она пока ее разжевывает, она занята этим процессом. И вы ее как бы и хвалите, что она молодец, она делает то, что она должна, плюс вы ее поощряете, и собака получает вкусность. Спасибо большое за то, что пришли и ответили на все наши вопросы. Благодарим вас я своего имени, от имени семьи благодарим. Ну что ж, и до встречи в новых передачах. До свидания. Благодаря грамотно сбалансированным кормам, собака всегда будет в отличной форме. Похоже, лидерские позиции закрепляются за розой. Смотрите, пока она ест, остальные собаки боятся подойти к мискам. Дим, держи, все готово. Ну что ж, друзья, вот и диск, который подготовил нам Барт. Здесь видео с камер наблюдения, которые записывали все, что происходило в доме, пока вы выбирали подарки для ваших любимцев. Так, а пока я напомню, какие провокации я устроил собакам. Мусор, еда, кошка, кроссовок. Специальное испытание для нюты. Ну и опасный вор-рецидивист. Я вижу, что нюта... Хочет очень спуститься. Хочет спуститься. А, вот это пятнышко, это сосиска. Хочет сама уколиться. Видишь, она свою позицию не хочет. Ну да, это самая выгодная позиция. Это позиция, это диван, это место, где сидят люди, и нюта, на нем хозяйка. Очень важный момент, действительно, не хочет сдавать позиции. Вот кто победит, сосиска или иерархия? Как интересно, да? Итак, победила сосиска. Она бы и меня победила. Я же люблю сосиски, правда, Дима? Смотрите, нюта сошла. Ага. Кстати, это очень важный момент. Когда люди в доме, нюта сидит на диване, и она в образе жертвы. А вот сейчас, когда она наедине с собаками, она открылась... Да, с другой стороны. Вернулась. Вернулась. Но ходит так достаточно смело. Она что-то тащила. Ага. Ага. То есть она принесла косточки и ест их на диване. Вот откуда, кстати, косточки. Да. А косточки были в мусоре, по-моему. Да. О. Пока что нюта не очень доверяет семье. И комфортнее чувствует себя, когда людей рядом нет. Тоже разорвал кулек. Ох. Что-то мне подсказывает, что это была муха. Ха-ха-ха-ха. Да, она уже начала это делать. Во-во-во-во. Не, ну вы посмотрите на муху. Смотри, как муха кушает. Смотри. Сначала не посмотрите. Смотри, она всей головой ушла в кулек. Я удивляюсь, как она еще туда не залезла. Кулек. Муха хорошо взялась за кулек. Да, за кулек взялась хорошо, но причем, видите, как аккуратно. Вроде и в культе порылась, и вроде как ничего не разбросалось. Ювелирная работа. А вот стол, за которым мы сейчас сидим. И для собак тоже достаточно серьезное испытание. Это стол с едой. Это самое лакомое место для любой собаки. Роза, вот я бы себе такого никогда не позволил. Хотя. Все, нет, за кулек. Ой, а тарелка была просто на грани. Ага. А тем временем появилась белка-вор со своим подельником. Это грабитель. Грабитель? Да, это грабитель. Ведь собака несет и охранную функцию, поэтому мы решили инсценировать налет грабителя на дом. Вот я, честно говоря, ожидал, что Роза, что Роза на грабителя как-то проагирует, потому что у нее вот есть ярко выраженные функции охранника. Так, понятно теперь, кто унес самую вкусную еду из дома. Вы знаете, я вам так скажу, что на этой передаче урон дому собаки нанесли минимальный. Минимальный, да. Минимальный, то есть, ну, съеденные сардельки, одна сосиска и все. Согласен. Но и о собаках мы узнали много нового. Семье предстоит очередное голосование. Интересно, кого же они выберут? Ну, я скажу, что дню-то она особняком держится, она не контактирует с двумя. А Муха и Роза, они, знаете, у них соперничество. Если погладишь Муху, не нравится Розе, и она оборот. Если двух сразу, так и им нравится, и одно, и второе. Роза очень, очень, как бы привязалась к нам. Привязалась к нам Роза, и ко мне, и к маме, и, я думаю, и к детям, она за нами ходит по пятам. Куда не пойдешь, она даже в туалет, она стоит за дверью, стоит и ждет, пока ты выйдешь с туалета. То есть, ну, Роза вообще, ну, аж прилипла. Пришло время голосования. По правилам второго голосования, каждый член семьи может отдать один голос «за» и один голос «против». Собака, у которой меньше всего положительных голосов, отправляется обратно в приют. Даша, выходи, ты будешь голосовать. А, это голос. Отдай той собаке, которую ты любишь больше всех. Кто не нравится? Поляр. Роза не нравится? Тогда это крипи на Розу. Это голос «за». Потому что... Тогда Роза. У нас есть такие правила. Мама просто не может устоять перед такой преданной собакой. А вот голос «против». Голос «против» — это несложно, это нюта. Почему? Вы знаете, собака держится совсем одна. Она не влилась в нашу семью, она не идет на контакт, и мы не можем усиловать собаку общаться с нами. Голос «за». Очень сложно. Правда, вот за эти несколько дней, ну, два, третий день собаки, мы почувствовали, что как будто мы все время были рядышком. Это, понимаете, так тяжело. Муха такая же маленькая, как и я. А говорят, собачки должны быть похожи на своих хозяев. Так что муха. Кто вам не нравится? Кого вы не хотите видеть завтра? По всей вероятности, это будет нюта. Вы знаете, собака, она... Всех жалко, всех хочется любить, ласкать, но она не идет на контакт, она сама по себе. И, не знаю, что-то душа не вешает. Это голос «за». Отдай его любимой собаке. Дима, а как же нюта? Вы же с ней дрожите. Она же рассчитывала на тебя. А теперь, Дим, голос «против». И сделай так, как считаешь нужным. Голоса разделились. В этой сложной ситуации я принял решение. Дать право окончательного выбора самому старшему и самому мудрому члену семьи. Асмик Антоновна, я приглашаю вас выйти. У вас есть один голос. Это специальный голос, которым вы можете спасти либо розу, либо нюту. Все же тяжело, всех собак жалко. Я все время плачу, когда приходится выбирать, кто покинет проект. Но, по всей видимости, нюта. По результату нашего голосования наш проект покидает нюта. Мы прощаемся с ней, и она отправляется обратно в собачий приют. Расстроилась, и я расстроюсь сейчас вообще. Ну-ка, дыши. Дыши. Ты что, плачешь? Да. Оказывается, Даша успела подружиться с нютой. И очень хотела, чтобы именно она стала ее любимой домашней собакой. Сегодня очень тяжело. С каждой собачкой очень тяжело расставаться. С любой собачкой. Как обычно, нюта, они просто не смогли тебя рассмотреть. Только Даша поняла, какой ласковый ты можешь быть с детьми. Ты очень умная собака. А еще очень нежная. Тебя обязательно заберут в семью. Тебя обязательно заберут в семью. Тебя обязательно заберут в семью. Молодец, собачка. А тебе интересует, что выгуливает собачку? Мне проще выгуливать их, чем убирать за них, потому что убирать не очень хочется. Можно прийти мы с победами? Поиграем. Рот, астану. Аккорд! Неси сюда, неси, рот. Неси, 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 неси палку. Солнце спитит, но так холодно. Я вот думаю, что наша семейство, наверное, опять не погуляла с собаками. А я их вижу, Дима. Роза, муха, я к вам. А, Роза, муха, ну давай, разбирайся с собаками. Доброе утро. Доброе утро. А вы так рано гуляете, не было ли проблем, никаких ночных сюрпризов? Ночных сюрпризов не было. Вчера вечером Дима долго гулял с собачками. Долго гулял? Да, да. А убирал? На улице гулял. Ага. То есть Дима решил, что лучше будет долго гулять, чем убирать сегодня? Да, естественно. О, молодец. Дима, Дима, смотри, что я нашел. О, Барта, я смотрю, ты у нас не с пустыми рукавами, да? Что ты у нас тут нашел? Ага. Вот оно что, поводочек. В траве валялся. Ваш поводок? Да, мы его как раз искали. У таких недисциплинированных хозяев собака не скоро приучится к порядку. А игры с поводком? Это же вообще недопустимо. От такого собаку нужно отучать. Поводок для собаки не должен стать игрушкой. Друзья, с утра на улице гуляйте с собаками, и для вас первый сюрприз. Это наш гость. Сегодня в гостях у нас Татьяна Мазуренко. Это инструктор-кинолог Министерства чрезвычайных ситуаций Украины вместе со своей служебной собакой. Вы не смотрите, что этот лабрадор так красиво и радостно танцует. На самом деле, это одна из лучших собак-спасателей в Украине. Она обучена находить людей в природной среде и в техногенных завалах. Кстати, на чемпионате мира среди кинологов-спасателей победителем стала наша, украинская команда МЧС. А в ее составе была и Татьяна со своей собакой. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Я вижу, что вы тоже с собачкой. Как ее зовут? Тоша. Тоша. Ай, какая хорошая. И что, вот такая вот маленькая собачка может искать людей, быть спасателем? Может. Она выносливая, везде может проникнуть. Нам всем стало очень интересно посмотреть, как работает собака-спасатель. Поэтому я попросил Диму спрятаться, чтобы Тоша его нашел. Тань, а вот какие породы могут быть спасателем? Можно сделать любую собаку спасателем. Если это не тяжелая собака, скажем, бульмастив, немецкий док, которому будет тяжело преодолевать большие расстояния, преодолевать какие-то преграды. 40 тысяч квадратных метров леса проработать для того, чтобы найти пострадавшего. Татьяна, ну что, я думаю, что самое время отправиться на поиски Димы. Пора. Ну что ж, вперед. Значит, собака должна найти запах живого человека. Это комплексный запах, и большую роль играет дыхание человека. Биение сердца, то есть это все в комплексе идет. Собака должна найти самый сильный выход запаха, потому что это может быть плита, запах расползается. И есть своя специфика, когда запах расползается по стенам, за вихрение и так далее. Собака опытная, она всегда найдет ту точку, максимального выхода запаха, и покажет, она будет обозначать именно в эту точку. С какой нужно будет начинать уже технические спасатели, они начинают разбирать завал. Собак обучают специальным образом. Ведь в числе пострадавших могут быть люди, которые панически боятся животных. Поэтому, когда собака находит пострадавшего, она не прикасается к нему. И только громким лаем сообщает сотруднику МЧС о том, что она нашла человека. Мне очень понравилось, как меня спасала собака. И еще мне было интересно, что же она делала, когда меня нашла. Она сначала нюхала-нюхала, а потом, когда начала гавкать, она что-то делала лапами, и на меня трава потом сыпалась. Уже совсем скоро в семье предстоит самый сложный выбор. Ведь остались две самые любимые собаки. Маленькая муха и преданная роза. Сегодняшнее голосование тяжелая тема для меня сегодня. Я знаю, за кого я проголосую. За кому? Сегодня у нас сюрприз. Сюрпризы продолжаются. И сейчас у нас в гостях будет популярная украинская группа «Делайц». Здравствуйте. Добро пожаловать к нам. Присаживайтесь. Наташа. Яна. Очень приятно. Очень приятно. Яна и Наташа собачницы со стажем. А это ваши первые собаки? Для меня это, ну не знаю, для меня это ребенок. А сколько они уже с вами живут? Со мной вот мой пять лет. Вот видите, это уже моя невеста. Это наши участники. Это собака, которую зовут Муха. 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 Видишь, она очень быстрая. Да, она быстрая. Оказывается, быть собакой певицы очень непросто. Я думаю, сижу за роялем, распеваюсь. Вот. На высоких нотах, я не знаю. Мой муж говорит, что у них просто, когда высокие частоты, да, в голосе, им это неприятно, и они начинают, он прям выть начинает. И я первый раз, когда распеваюсь, я не поняла вообще, что происходит. Думаю, у меня, может, там что-то в связках произошло. Вся семья долго рассказывала гостям и о Розе, и о Мухе. Девочки поняли, что участникам очень сложно сделать выбор. Ну, пока мы здесь сидели, я заметила, что у вас просто от вас не относятся. Знаете, иногда даже животное ищет себе хозяина и выбирает его. Иногда мы не вправе. Поэтому, знаете, и больше я так уверена, что вот, это ваша собака. Так, ну, вы знаете, нам пришло время все-таки переходить к голосованию и определяться, кто же будет жить в вашей семье. В финальном голосовании каждый член семьи может проголосовать за одну собаку. Право голоса есть также и у наших гостей. У Яны и Наташи один голос на двоих. Сделайте свой выбор. Очень сложно. Но я уже сказала, ну, много плюсов для меня вот именно в пользу Розы. Поэтому Роза. Ничего себе. Даже не раздумывая. А как же Роза? Расти из которой ты хочешь. С этой. Ты голосуешь за Розу? Почему не за мной? Потому что Роза мне больше нравится. Бабушке надо принять очень сложное решение. За ней окончательный выбор. Тяжело. Ну что ж. Надо выбирать. Четыре дня, если я буду вспоминать, я буду плакать. Не надо. Я уже и так и зернула сегодня. Просто я же говорила, что мне очень нравится Роза. Но я не могу ее просто забрать с собой. Я буду звонить, спрашивать, какие руки она попала. Я буду интересоваться. Буду звонить в питомник. Но выбор все равно остается за Мухой. К сожалению. И к сожалению, к радости я Муху очень тоже люблю. Но вот он. Поигрывается. Мух. Мы прощаемся с Розой. Она отправляется обратно в собачий приют. Все равно. Продолжение следует. Розы. Роза, ты не думай, они не предали тебя. Но поверь, у них не было выхода. Они просто не могут тебя забрать к себе. На самом деле, ты очень хороший и верный друг. Ты прекрасный охранник. Все будет хорошо. Вот увидишь. Дорогие наши телезрители, посмотрите, какая замечательная собака. Я уверен, что каждый из вас ждал этого момента. Позвоните, заберите замечательный пес. Держись, крепись. У такой собаки, как ты, обязательно будет семья. А вот и наш победитель. От мухи отказались ее прежние хозяева. Но она не разочаровалась в людях. Ее веселый и жизнерадостный характер просто очаровал наших участников. Она поверила им. И теперь у мухи есть семья. Поздравляем. Друзья, еще одна бездомная собака нашла семью. Мы с Бартом поздравляем и муху, и ее новых хозяев. Живите дружно и счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова